Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, в это утро желание сердца моего обратиться вместе с вами к тексту Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 19 глава. У кого есть Библия? Давайте откроем эту главу и прочитаем с 3 стиха и ниже. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, В этом году желание нашего сердца, братьев, служителей всей церкви, Глубже, лучше посмотреть на значение и ценность в глазах Бога семьи. Братья и сестры, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, Что время, в котором мы живем, Я не знаю, будет ли что худшее для семьи. Те опасности, которые подстерегают семью сегодня во всех сферах, Они потрясающие, братья и сестры. Что вопрос развода стал где-то, знаете, чем-то незначительным, Само собой разумеющимся в мире, вообще-то вообще не вопрос. В некоторых странах статистика, она потрясающая, она поражает просто. Люди сегодня не заботятся о создании семьи. Братья и сестры, не менее опасно для христиан, нас, верующих людей. Я считаю, братья и сестры, это очень важно. Мы сегодня должны внимательно смотреть на Слово Божие. Мы сегодня должны внимательно смотреть для того, Чтобы наши семьи, наши дети, которые образовывают наши молодые семьи, Могли быть твердыми, прочными. Для того, чтобы в их жизни не постигло вот это горе, вот это переживание. Вы знаете, как-то мне пришлось беседовать с одной верующей сестрой, Которую воспитала несколько детей. И она с большим переживанием не в нашей церкви, Это было в другом городе, в другом штате. И она говорит, я никогда не думала, что Господь подарил нам большую семью, Что наша семья когда-то пройдет через огромное переживание. Мы воспитывали наших детей в страхе Божьем. Они все были всегда в церкви. И всякий брак, который создавался, мы действительно знали, Это был благословенным Господом. Но один из наших сыновей пережил большое горе, Большую трагедию. Его семья распалась. Знаете, я видел переживание матери, Она не винила невестку, Она не винила никого. Она просто была очень потрясена. Она говорит, об этом нужно проповедовать, Об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить нашим молодым семьям. И вы знаете, братья и сестры, мы прекрасно понимаем, Что когда касается вопросов семейной жизни, Семейных взаимоотношений, Самые сложные вопросы, которые возникают, Это вопросы, конечно, развода, вторых браков. Это очень серьезные вопросы, братья и сестры. И порой не всегда находятся эти правильные ли ответы, Или в затруднении в каком-то находимся. А как же нам поступить? Потому что порой судьбы настолько переплетены, Порой ситуации и обстоятельства, Когда вникаем, настолько нетрудны, Где-то определить виновность одного или другого, Или просто махнуть рукой, Братья и сестры. Поэтому сегодня мое желание Посмотреть вместе с вами на вот эти вопросы. Знаете, бывает, что в семьях возникают трудности, Переживания, конфликты. Люди задают вопросы, как поступить в той или иной ситуации. И, знаете, подстерегает вот эта опасность. А не проще ли решить этот вопрос? Ну, как, простите за выражение, Как в мире говорят, ну, разбежаться и все. Вы знаете, эти вопросы задавали Иисусу Христу, Не только сегодня перед нами стоят, братья и сестры. Эти вопросы, вопрос развода, задавали Иисусу Христу. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня посмотрели на этот вопрос, Прочитанном нами отрывке. Мы прочитали, что приступили к нему фарисеи. Братья и сестры, какая была ихняя цель? Каков был мотив этих фарисеев? Действительно ли их беспокоил этот вопрос? Подобно как эта женщина, которой говорила сестра, Которая переживала за своего ребенка, за своего сына. Обратите внимание, евангелист Матфей передает состояние этой группы людей, Приступили к нему фарисеи, искушая его. Цель их была поставить неловкое положение Или поставить Иисуса Христа для того, чтобы он мог как-то неправильно ответить, Для того, чтобы винить его, посмеяться над ним, Где-то поставить какой-то тупик его, Искушали, искали предлога, а где-то он что-то скажет, И тогда мы откроем ему, может быть, книгу закона, И будем ему говорить, Братья и сестры, И наш Господь Иисус Христос, Который является абсолютным обладателем Слова Писания, Который обладает абсолютной мудростью, Обладает абсолютным верным ответом на всякий трудный вопрос, Прекрасно справился с этой задачей. Обратите внимание, Иисус Христос как отвечает. Он возвращает их к Слову Писания. Он возвращает их вначале, И Он сказал, обратите внимание, Когда они спросили, позволительно ли по всякой ли причине Позволительно человеку разводиться с женою своею. Обратите внимание, ответ нашего Господа Иисуса Христа. Четвертый стих, Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Он возвращает книги бытия к Божьему замыслу о браке и его нерасторжимости. Братья и сестры, учение Библии, что говорит Библия о разводе, Невозможно понять, не принимая во внимание ее учение о браке. Еще раз повторюсь, братья и сестры, Учение Библии о разводе невозможно понять, Если не мы берем учение о браке, о замысле Божьем. И от этого многие-многие проблемы. Когда мы смотрим после этого сотворения женщины, Господь провозгласил в книге Бытие 2 глава 24 стих, «Посему оставить человека отца своего и мать свою, И прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть». Братья и сестры, мы прекрасно понимаем, Всякий раз, когда приходят в этом доме молитвы, Либо в других церквях, Когда приходят молодые люди, И служитель дает им наставления, И всякий раз провозглашается эта истина, Брак был задуман не человеком, а Богом. И в самом глубоком смысле, Каждая супружеская пара, Включая людей неверующих, братья и сестры, Каждая супружеская пара, которая приходит, Даже неверующие люди, которые заключают брак, Принимают участие в союзе с учрежденным самим Творцом. Брак – это Божье установление, братья и сестры. Брак – это Божье установление. И с самого начала брак задумал, Брак задумал как единственный вариант между мужчиной и женщиной. Мы часто слышим во время наставления, И прилепиться. Что это имеется в виду? Прилепиться, то есть внесет в себя смысл прочной привязанности, Привязанности, постоянной привязанности, склеивания друг с другом. Это действительно так. Это Бог замыслил, братья и сестры, чтобы так выглядел брак. Не поверхностно, не легкомысленно, не просто имели какие-то чувства. Братья и сестры, абсолютно на уровне духа, души и тела. И так, что Библия говорит, и двое становятся одной плотью. Братья и сестры, тогда, когда мы понимаем значение брака, Как Бог замыслил, это обязывает ко многому. Это ответственность, это жертвенность, это посвященность, это верность. И один из христианских авторов так комментирует единство, нерасторжимость брака и неестественность развода. Он пишет так. Если жены и мужья понимают божественное установление в браке, то они также должны понимать, что разрешение семейных проблем с помощью развода похоже на ампутацию ноги, по той только причине, что в нее попала заноза. Понимаем, что такое заноза, да? Колючка. Именно так, вместо того, чтобы вынуть эту колючку, занозу, человек ампутирует себе ногу. Такой метод лечения похож просто, лечение занозы просто нелеп. То же самое можно сказать и о разводе. Братья и сестры, только представить себе та семейная пара, которую Господь благословляет. И мы верим, что брак совершается на небесах. И Господь видит их целое, неразрушимое. Двое становятся плотью. Братья и сестры, жизнь нелегка, правда? Все мы люди, имеющие определенный опыт семейной жизни. Есть люди, которые прожили много лет в жизни. И прекрасно понимаем, что есть трудности, переживания, различные обстоятельства. Вот эти волны, которые ударяют в нашу семейную лодку. Вот эти бури, ураганы, болезни, проблемы. Несовместимость характера. Наше греховное начало. Наше «я» порой так мешает нам быть единым целым. И вместо того и вот эти занозы, вот эти колючки, которые порой вонзаются в это единое тело, где нужно сесть спокойно, мудро. И Господь дал для этого все средства для этого. Братья и сестры, Господь знает, что христианская семья и сегодня будет подвержена многим испытаниям, многим трудностям. И Он дал для этого средства Его Божественное Слово, совместная молитва, любовь, которая выбирает ближнего своего. Любовь, которая не вращается вокруг своего «я» и своих удовольствий, но и любовь, которая делает выбор в пользу моего ближнего, супруги или супруга. Братья и сестры, вот это те средства, которые Господь дает для того, чтобы можно было укреплять брак, вытаскивать эти колючки, разрешать любые вопросы, братья и сестры, с помощью Господа, молитвы, христианского общения. И сегодня Господь выходит навстречу. И когда мы понимаем, братья и сестры, ценность христианского брака в глазах Бога, что Бог сочетал того человека, который не разлучает, то мы будем ценить нашим отношениям и нашим ближним. В общем, вы знаете, во время Иисуса Христа эти вопросы тоже стояли актуальны. И вы знаете, есть понимание, было понимание учения фарисеев и книжников относительно брака. И вы знаете, когда мы вернемся к ихнему вопросу, который они задавали по всякой ли причине позволительно разводиться с женою своею. Я задавался вопросом, почему вот так стоит, по всякой ли причине. Оказывается, что во времена Иисуса Христа было самое либеральное понимание развода. Раввины, они позволяли разводиться, в принципе, по любой причине, какая не существовала. Установление Божьей неразделимость, неразрушимость брака, она была низведена абсолютно до, знаете, такого практического, простого, на почве просто, где-то бытовой почве, что-то они не поняли друг другу. Жена приготовила подгоревший обед, где-то она проявила себя не так, что-то не понравилось. И это было уже основанием для того, чтобы разводиться, и только была причина в том, чтобы получить разводное письмо. Устои были потрясающие, катастрофическая семья находилась в период прихода Господа Иисуса Христа. И вы знаете, они трактовали то повеление Господа, которое было дано израильскому народу, совершенно неправильно. И Христос это знал, и Христос это видел. Когда мы открываем книгу Ветхого Завета, поскольку мы говорим, что эта тема, она была актуальной во все времена человечества и в жизни народа Божьего. И Господь знал, что это будет. Он знал, что тот повеление, которое Он дал когда-то первым людям, люди его не сохранят. И смотрите, что Господь говорит. Книга Второзакония, 24 глава, мы находим впервые в Библии, упоминается о разводе. Я читаю из первого стиха. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то, что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, найдет, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Если умрет сей последний муж ее, взявший ее к себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она сквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Братья и сестры, хочу обратить внимание из этих текстов, которые не совсем понятны нам два слова. Обратите внимание, причина. Человек женится, создает семью на тех же принципах библейских, и как мы с вами, который живет в израильском народе, принадлежит Божьему народу. Обратите внимание, что происходит в семье. Если она не найдет благоволение в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Вот слово, я не знаю, как вы трактуете слово русское «противное». Вот бывает, да, люди говорят, ну это мне противно, противный может быть человек, противный немножко там работы, еще что-то. Вы знаете, я посмотрел оригинал еврейского слова, значение слова «противное», что же оно имеется в виду. И в данном случае нашел только одно слово во всей Библии, применимо вот это, где написано «найдешь что-то противное», и оно означает в Библии следующее. Значение это слова вмещает в себе любое нарушение правил приличия, постыдное для женщины поведение, посрамление, когда она ведет себя легко мысли, но при этом не приступающие к грани физической измены. Ну если говорить современным языком, жена флирт начала с другим мужчиной. Братья и сестры, я задумался, настолько велик Бог, настолько Он заботился о еврейской семье в израильском народе, в которой были установлены строгие правила, целомудрие, верность, сохранение верности, и тогда Господь вложил в семью. Там речь не шла о прелюбодеянии, если бы речь шла о прелюбодеянии, тогда нужно открыть Левит, книгу Левит, 20 глава, 10 стих, откройте, пожалуйста, брать этот стих, текст Левит, 20 глава, 10 стих, там речь шла о смерти. Если кто будет прелюбодействовать женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Вот решение Бога в Ветхом Завете на грех прелюбодеяния. А противное найдет что-то противное, то есть посрамление она проявила. Неверность, речь не идет о физической измене, а ведет себя легкомысленно. И вот тогда Бог позволил давать разводное письмо. Но фарисеи неправильно трактовали, как сказал братья и сестры, была очень самая либеральная позиция. Искали любой повод для того, чтобы развестись. Братья и сестры задают вопрос Иисусу Христу. И вы знаете, Иисус Христос дает самый верный ответ. Обратите внимание, снова вернемся к этому тексту, Евангелие от Матфея, где Иисус Христос говорит так. После того, когда Он вернул их туда, в книгу Бытие, и показал о нерасторжимости брака, о Божьей заповеди, они снова обращаются к Нему. Они апеллируют к закону и говорят так. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать развод. Разводное письмо и разводиться с нею ссылается на книгу Второзакония. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Братья и сестры, смотрите, как Христос корректирует их. Смотрите, как они неверно говорят. Моисей заповедал, заповедь – это повеление разводиться, разводное письмо разводиться с нею. Христос говорит, нет, не так. Он не заповедал, Он позволил вам разводиться. Заповедал и позволил – это две большие разницы. Это исключение из правила. Потому что Христос, говорит, называет основную важную причину – жестокосердие. Братья и сестры, все проблемы, которые существуют на земле, начали с грехопадения. Первый грех разрушил семью, первый грех разрушил взаимоотношения человека с Богом. И этот же грех разрушил семью. И этот грех разрушает семьи сегодня. И Бог видит в сердце человека, говорит, жестокосердие. Вы знаете, когда мы говорим о жестокосердии, оно происходит от двух слов, простых слов. Жестокое сердце – это склонность к крайнему бессердечию, суровость, отсутствие сострадания, милосердие и сочувствие. Братья и сестры, вот она проблема, которая существует по жестокосердию вашим. Братья и сестры, это не мое определение. Это Христос, который знает сердце человека, его устройство. И Он говорит, вам не позволил. А Христос, говорит, подчеркивает, вам не заповедал, а Моисей позволил вам разводиться. Как уступил, потому что видел, что происходит в семьях. Братья и сестры, ну когда в браке царит любовь, когда в браке царит прощение, когда в браке царит великодушие, забота друг о друге. Братья и сестры, все мы являемся, всех у нас есть наше «я», эгостическое «я», которое хочет подчиняться всему себе для нашего удовольствия. Но, братья и сестры, так Господь не устроил брак, не замыслил. Он хочет, чтобы люди уступали друг другу, несли бремена друг друга, любили, снисходили. Братья и сестры, это наша ответственность. И вы знаете, у Моисея не было просто выбора. Но для церкви Нового Завета Господь дает выбор, право и возможности. И еще в Ветхом Завете, когда мы смотрим на книгу пророка Езекииля в 11 главе, с 19 по 20 стих, Бог говорит о будущем, о церкви. «Понимая, какое сердце человека, сколько оно несет проблем в семье, в обществе, он дает им обетование и говорит так, «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». И 20 стих, «Чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Братья и сестры, вот где выход. Господь понимает сердце Ветхозаветнего верующего еврея, жестокое, жестоковыное, народ необузданный, как говорит Моисей, но говорит, «Я сделаю операцию внутри, я дам им новое сердце, сердце единое, и дух новый вложу в них, братья и сестры». Поэтому сегодня мы обладаем колоссальными возможностями. Это тот ответ на переживания, трудности, конфликты, непонимание. Наше эгоистическое начало «я» для того, чтобы можно нам сглаживать, уступать и любить. Братья и сестры, мы еще раз посмотрим на Бога Ветхого Завета и его отношение к разводу. Вы знаете, в книге пророка Малахии иногда может просто сложиться впечатление, знаете, что Бог вот видел, это вот, ну как бы снизошел как-то так, абсолютно нет. Бог, который является творцом брака, он четко и ясно высказался относительно развода. Давайте откроем еще одну книгу Ветхого Завета, книга Малахии, 2 глава, 13 стиха, прочитаем. Книга пророка Малахии. Обратите внимание, с 13 стиха 2 главы. Обратите внимание, что говорит Господь. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивлений, умилостивлительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». 16 стих. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду ее, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Хочу обратить внимание на 16 стих, братья и сестры, стих, который переведен неправильно в русской синодальном Библии. Я просмотрел все переводы. Этот стих переведен абсолютно неправильно. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, это неверно». Правильный перевод говорит следующие слова. «Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израиля. И того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь, поэтому оберегайте себя и не нарушайте верности». Во всех переводах стоит «Я ненавижу развод, говорит Господь, братья и сестры». «Не отпусти ее, а я ненавижу развод». Братья и сестры, таким представляет Господь в своей святости, в своей могуществе, в своей верности и в своей постоянстве. И это очень важно. «Не отпусти ее, а я ненавижу развод». Братья и сестры, мы рассмотрели с вами взгляд фарисеев, их либеральный подход, мы рассмотрели с вами взгляд нашего Господа. И давайте посмотрим на Новый Завет, на взгляд нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы смотрим на тексты Священного Писания, мы понимаем, что жизнь сложна. И мы сами встречаем теми ситуациями, близкие наши, родные ли наши, дети ли наши, родственники, где переживают вот эту трагедию. И боящиеся Господа понимают, как поступить, если выход с положений, дает ли Бог в Новом Завете разрешение развода. Да, дает. Я нашел во всем Священном Писании, в моей Библии, в Новом Завете только два ответа, две причины, на которые мы кратко очень посмотрим. И первая причина, давайте посмотрим снова, Евангелие от Матфея, в этой же текстах, которую мы читали с вами, мы прочитали до 8 стиха включительно, а давайте посмотрим на 9 стих этой же главы. «Но я говорю вам, кто разводится, разведется с женой своей не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Братья и сестры, помните этот диалог Иисуса Христа с фарисеями. Он снова их корректирует. Иисус Христос снова возвращает их к Писанию. Он снова им показывает на Слово. Он говорит, «Не было вначале так». По причине жестокосердия Бог позволил Моисею, или Моисей позволил, разрешил, как здесь Христос говорил, позволил, не заповедал. И Он снова их корректирует. И Христос говорит, очень ясный причину, по которой развод возможен. Это причина греха, прелюбодеяния с одной стороны, одной из сторон. И возникает вопрос, «Господи, если так строго смотришь на развод, и Ты сказал, я ненавижу развод, почему же Ты в этой ситуации позволяешь? Неужели нету какой-то альтернативы, братья и сестры, для того, чтобы могли понять? Давайте мы снова посмотрим в Писании. Давайте посмотрим, что говорит Библия относительно брака, немножко глубже. И мы посмотрим первое послание Коринфянам. Откроем первое послание Коринфянам. Я думаю, это, наверное, седьмая глава будет. Где посл Павел говорит тоже, а шестая, простите, глава с пятнадцатого по девятнадцатый стих включительно. С пятнадцатого стиха, шестая глава. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющие из блудницы и становится одно тело с нею? Ибо сказано, да будут одна плоть, а соединяешься с Господом. Есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете в это Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, который суть Божия. Братья и сестры, я не буду комментировать подробно тексты Священного Писания, но суть этих стихов сводится следующими. Бог говорит, что Он соединяет два человека, мужчину и женщину, в одно. И они будут двое одно плотью, становятся целы, мы уже об этом говорили. А также Писание говорит, что сояешься с Господом, есть становится кто? Один Дух с Господом. Более того, Он говорит, что наше тело является храмом, живущим Святого Духа. Он также приставил, апостол Павел говорит, не знаете, что совокупляешься с блудницей и становится одно тело с нею. Вот где находится самый сокрушительный удар семьи и браку. Разрушается отношение в семье, брак разрушается, ему наносится смертельный удар. Ближнему Своему и грех блуда или прелюбодеяние касается самого Святого Бога. Потому что Он живет в нашем теле, в нашем храмине. В глазах Бога это грех и это разрушение. И поэтому Иисус Христос говорит, если есть вина прелюбодеяния, тогда позволительно. Вторая причина, братья и сестры, которую мы видим в Священном Писании, также в послании Коринфянам, 7 глава, 12-15 стиха. «Впрочем же я говорю о негосподь, если какой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должно оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, то пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Брат и сестры, я думаю, что понятен и эти тексты. Апостол Павел берет ситуацию, когда в семье было два человека неверующих, друзья мои. Это нужно очень учитывать. Когда семья была неверующая когда-то, и один из супругов обращается Господу уверовал, мы прекрасно понимаем часто многие ситуации реакции неверующей стороны на это, на человека верующего. Он не соглашается. Два разных мира, два мировоззрения, два убеждения, разные боги. Один служит Богу живому, второй служит мамоне или своему я. И он говорит, я не буду с тобой жить, я не хочу, я не разделяю. И в таких случаях апостол Павел говорит, если же неверующий в семье хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Братья и сестры, это установление Божье, установление для церкви. Но я хочу сказать, братья и сестры, что настолько велик и любящий Господь, что Он видит проблему сердца человека и его жестокосердия, проблему в семье, но у Господа есть более высокая цель, братья и сестры. Он говорит, я могу вам помочь. Даже там, где произошел грех прелюбодеяния и измена, братья и сестры, некоторые торопятся, принимают решения поспешные, братья и сестры, принимают решения поспешные, но проблема не решается. Бог говорит, лучше, если вы пойдете путем примирения, путем великодушия, путем прощения. И в этом есть Божья благодать и Божья помощь в этом, друзья мои. Потому что вопрос развода не решает жестокосердие нашего сердца. Мы от себя не убежим. Порой наш характер, наши привычки, наша греховность, мы несем ее дальше в другие семьи. И страдают потом многие люди. Поэтому, братья и сестры, мы видим в Священном Писании вот эти две причины, которые установил Господь в Своем Слове. И хотелось бы, заканчивая эту проповедь, вновь вернуться к тексту Ветхого Завета. Дать ободрение тем, кто переживает трудности в семье, кто переживает конфликты. Благодаря нашей возможности сегодня транслировать в прямом эфире, кто-то нас смотрит, слушает, я верю, что это слово послужит не только кому-то облегчением, но и утешением, и ободрением. И пусть слова нашего Бога, которым когда-то сказал еще в Ветхом Завете, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, братья и сестры. Обратите внимание, какая огромная разница жестокое сердце и плотяное сердце, сердце способное прощать, сердце способное слышать, сердце способное входить в положение другого, проявлять великодушие и милость. Дорогие друзья, только проходит трудный период, друзья, не давайте месту дьяволу, не торопитесь принимать поспешные решения, обратиться к этому слову, который Господь дал, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их и будут моим народом, и я буду их Богом. Я верю, что Господь проведет. Я неоднократно встречался с людьми, которые свидетельствовали о своих переживаниях, о трудностях в семье, о том, что наш брак был на грани разрушения конфликта, но когда прилагают старания, когда просят Господа, назначают пост, молитву, просят родных, близких подключиться, помогите у нас трудности, у нас есть непонимание, мы люди несовершенные, и Господь выходил навстречу, и люди свидетельствовали, наш брак был еще крепче, еще лучше, мы увидели свое жестокое сердце, мы осознали свою неправоту, через эти переживания и трудности мы сблизились друг с другом и с нашим Господом, и мы вынесли, братья и сестры, и Господь благословит и поддержит, да поможет нам Господь, братья и сестры, хотел бы, что мы сейчас помолились, помолились о наших семьях молодых, семьи, которые имеют уже опыт жизни, семьи, которые еще будут образовываться, чтобы Господь хранил наши семьи, этого страшного греха и зла развода, да поможет нам в этом Господь, аминь, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok